Слава Господу! Слава Богу! Я вас приветствую из Киева, из города Великого. Слава Богу! Город героев, но главное – город пробуждения. Пусть Бог вас благословит. С вами пастор Генри Мадава, в эфире «Голос Победы». Заметите, Иисус Христос пришел на землю с целью, умер с конкретной целью и воскрес с конкретной целью. Каждый шаг его пути имел смысл. Многие люди, к сожалению, относятся к Иисусу Христу чисто религиозно или культурно, просто как обычай, но потеряли смысл, ради чего Он пришел, ради чего Он умер и ради чего Он воскрес. Вера живая понимает смысл всего, что сделал Иисус. Пасха не имеет смысла, если мы не понимаем, ради чего умер Иисус и смысл Его воскресения. Поэтому сегодня приглашаю вас вместе со мной послушать эту проповедь. И такое благословение будет, что прямо все изменится в вашей жизни. Для чего пришел Иисус и какой был смысл Его воскресения. Давайте послушаем. Сегодня моя проповедь называется «Сила и смысл воскресения Господа Иисуса Христа». Иногда, когда идет праздник, мы можем не понимать, что мы потеряли смысл праздника. Часто очень люди празднуют ради праздника, но забывают суть праздника. Например, человек, который потерял себя внутри, даже если внешне он еще проявляет то же самое, что раньше. Это дело времени, когда то внешне начинает исчезать тоже. Суть всегда дает проявление. Если, например, человек становится сильным внутри, а снаружи еще слабый, это дело времени, как эта сила начнет проявляться. А если человек показывает силу снаружи, а внутри уже слабый, это дело времени, как эта слабость проявится. Поэтому суть всегда важнее. Заметите, праздник Пасхи, слава Богу, что мы в нашем мире, мы его называем Пасхой, правильно. Заметите, что главная причина самого праздника – это не обряд наши, это не культурное дело, которое мы делаем. Это не какое-то обязательное религиозное явление, которое мы должны, обязаны исполнить. Библия говорит в книге Исход 12 глава 11 стих, Бог пришел в Израиль и говорит, «Ешите же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны обувь ваши на ногах ваших и посох ваших в руках ваших. И ешите его с поспешностью». Это Пасха Господня. Заметите, чья Пасха Господня. Они только реагировали, а Пасха была Господней. Но они так праздновали эту Пасху так часто, что, особенно после Малахи, когда Бог 400 лет молчал, что, когда уже говорилось об этом празднике, Евангелие от Иоанна 6 глава 4 стих, эта Пасха называется по-другому уже. Говорится, приближалась же Пасха, праздник иудейский. Заметите разницу между одним и тем же праздником и его восприятием. Вначале это была Пасха Господня, а сейчас это уже не Пасха Господня, а общенародный иудейский праздник. И в течение времени Пасха Господня превратилась в иудейский народный праздник. И, между прочим, так бывает и с нами. Это так бывает не только вопрос Пасхи, вопрос хождения в церкви. Люди, я помню, некоторых людей бежали в церковь прямо, чтобы слышать голос Божий. Через энное время бегут в церковь уже ничего общего с тем, что ищут голос Божий. Привыкли, там у меня друзья, там меня ждут, там парня нашел, там девочку нашел, там я нашел то, там могу найти работу, там могу это. Уже забыли тот оригинал, ради чего бежали в церковь раньше. Заметите, проблема, которая была у иудеев, это бывает проблема, которая у всех людей. Но что интересно, когда Пасха Господня, у них стало иудейский праздник, они потеряли отношение с Богом, их уничтожали, разрушение приходило. Потому что, когда Пасха была, Господняя Пасха, у них были живые взаимоотношения с Богом. И они были защищены. Поэтому отношение к праздникам иногда давало понимать, где и как люди стоят по отношению к Богу. И если не быть внимательным, можно прийти в живую церковь, родиться свыше, стать верующим и продолжать неосознанно внутри праздновать корзинку. Знаете, как обидно, когда человек находится в церкви, жизнь, и празднует корзинку дальше. Снаружи Иисус, но он имеет в виду корзинку. И даже еще хуже бывает, когда верующий, рожденный свыше, наполнен Духом Святым, бегает прямо в церковь православной рано утром, покупает место в очередь, быстро посвятит и бежит на проставление в церкви победу. Потом думаю, ага, что это за явление? Заметите, мы должны, как человеки, как народ, вернуться обратно к настоящему смыслу и причине Пасха. В православном мире есть такая фраза, которой принято говорить, которая называется «Христос воскрес». Заметите, это тоже часть наших обычаев, потому что есть такая норма. 40 дней с момента Пасхи надо эту фразу менять на приветствие людей, приветствовать людей этой фразой в течение 40 дней. Я попробую вам объяснять. Когда человек умирает, некоторые религии и некоторые культные дела считают, что 40 дней душа человека, который умер, еще бродит по земле, в том числе, по-моему, католицизм и православие. Такое понимание есть. И поэтому они говорили это, исходя из того, что 40 дней, по идее, после воскресения Иисуса, его душа еще бродил по земле. Потому что мы иногда попадаем в разные эти вещи, они нам передали, а мы не знаем, что оно означает, и мы просто повторяем. Да, но хорошая фраза. «Христос воскрес». Но, заметите, это обычае, которое было и при коммунизме, хотя люди не верили ни во что, ни в кого вообще. Это было наше, неплохое, между прочим, народное обычае. Я ни в коем случае не говорю, что не говорите друг другу, «Христос воскрес». Только когда вы говорите, не забудьте, что это обычае. Поэтому, заметите, очень важно, чтобы мы нашли оригинальные смыслы Пасха. 1 Пассейн Коринфянам, 15 глава, Библия говорит, «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Киев и Мецеппетру, потом двенадцати, потом явился более нежели пятистам братьев в одно время, из которых большая часть, до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Якову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как никоему извергу». Заметите, здесь говорится, из того, что мы читали, «Иисус Христос умер за грехи наши по Писанию, погребен был, и воскрес из мертвых на третий день». Про смерть мы поняли. Он умер за грехи наши. Вот умер зачем? Чтобы мои грехи были прощены, а воскресение зачем? Получается, он умер за мои грехи, слава Богу, халлелуйя, пролил кровь во время смерти, для моего искупления, для спасения. Вот если слышат, все, что христиане говорят, как их лозунг, оно связано со смертью. Да? Грехи прощены, правильно, искуплен, правильно, защищен кровью Иисуса, правильно, но часто наше христианство заканчивается на смерть Иисуса. И когда наше христианство заканчивается на смерть, не переходит в воскресенье, то мы слабые. Многие люди, они, что касается христианства, они верят правильно в голове, но внутри себя не так. Это как христианин, который говорит, Отец, я прошу, исцели меня во имя Иисуса, спасибо за исцеление, аминь, кры-кры, скорая помощь, вы уже скоро будете. Ничего в этом плохого нет. Вы меня понимаете, да? Вообще ничего в этом нет. И молиться надо, и скорая помощь надо. Но заметили вы, что это означает? Когда вы говорите, спасибо за исцеление, это означает, что ты веришь, что ты получил? А тут ты ругаешь, скорая помощь, что уже пять минут, как жду. О чем говорить? О том, что они в голове верят правильно, но сердце их не совпадает с тем, что они верят. Это одно из главных проблем христианства. В голове одна вера, а в сердце другая. Понимаете? В голове, как правило, все правильно, изложено, четко, христианства. А в сердце вообще как будто другой мир. Если бы мы могли открывать сердца людей, когда они с нами общаются, с этими милыми лицами, и потом перед нами открыли их лица, их сердца, мы с вами бы, надо было бы облить нас холодной водой, чтобы возвращать нас к жизни. От шока. Как? Если вы желаете быть христианином, который на самом деле видит то, что Библия говорит, обетование Божие, которое в Библии, или все, что Библия говорит, что должно быть у христиан, пожалуйста, сделайте, чтобы сердце ваше опередило даже ваш разум. То есть, сердце ваше примет правильные вещи раньше, чем ваш разум. Поэтому, но когда в разуме вы говорите правильно, а сердце далеко, Иисус забраковал такую веру. Он сказал, они приближаются ко мне устами своими, а сердца их далеко от меня. это вирус христианский. Пасха важна, потому что это основа христианской веры. Это основа. Дело в том, что Библия говорит 1 Коринфянам 15 глава 12 стих по 20. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как же кто из вас говорит, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то Христос и не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и наша вера. Притом мы оказали были же свидетелями, что мы говорили, что Бог воскрес из Христа из мертвых, который Он не воскресал. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна. Вы еще во грехах своих, поэтому умерщие во Христе погибли. А если мы в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец, из умерщих. То есть здесь Библия говорит, если Он не воскрес, то все, что мы с вами говорим, что мы имеем через смерть Иисуса, если Иисус не воскрес, мы ничего не имеем. ничего. Мы только имеем, если Христос воскрес. Дело в том, что истинность всего, что обещал Господь Иисус, будучи на земле, истинность всего, что говорил Иисус, заключается в том, что Он воскрес из мертвых. А если Он не воскрес, то все Его обещания, все Его слова, они ни к чему. Пустота ноль. Воскресение Иисуса это то, что делает, чтобы то, что Бог нам обещал, прощение грехов, спасение, искупление, защита в крови, все это подтверждается воскресенье. Скажите со мной, Отец Небесный, дай мне откровение о том, что Иисус живой. Откровение 1 глава 18 и 18 стих. Библия говорит, и когда я увидел Его, то я пал к ногам Его, как мертвый. А Он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний. Я живый, я был мертвый и все живы во веки веков. Амин. И имей ключи ада и смерти. Заметите, Иисус говорит, я был мертвый, но я живый, я воскрес, я живой. Заметите, Иисус живой, это значит, Он с нами, Он слышит молитвы. Это значит, мы молимся, и мы знаем, что Он отвечает на наши молитвы. Это значит, когда Он обещал что-то, Он сам следит за тем, что все, что Он обещал, оно должно исполняться. И сон живой, это значит, есть полная победа над всем дьяволским, и мы с вами имеем победу. Смысл и важность воскресения. Воскресение важно, потому что через воскресение Иисуса Христа мы соединяемся с Ним, с Господом Иисусом Христом. Когда Иисус ходил по земле, Он один человек, делал много дела, и с Ним рядом люди. Они тоже могли делать под влияние Его. Но, чтобы они стали один с Ним, это произошло только после Его смерти и воскресения. До Его воскресения мы не стали одним с Ним. Чтобы мы верили и мы соединились с Господом, не могли это делать до Его воскресения. Библия говорит, Деяния апостолов, 3 глава, 14, 15, 16, стих. Но вы от святого праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Петр с его учениями его назвали бы антисемитом, потому что он тут обвиняет евреев, что они убили Иисуса Христа. В нашем времени такое говорит сразу антисемит. Смотрите, евреи убили Иисуса тем, что они его отдали. Понтия Пилат, римский гражданин, римлянин, он не хотел убить. Жестко стоял за убийство того, чтобы убили Иисуса не Понтия Пилат, а евреи. Но они должны были это делать, чтобы мои грехи были в прошении. Если бы они это не сделали, как бы мое спасение. Некоторые люди начинают говорить о том, что вообще евреи не просили смерти Иисуса, ничего подобного. Они просили, читайте Библию близко, они очень даже просили. И не только просили, они сказали, пусть кровь его будет на нас и на наших детей. Они очень убедительно просили. Это не причина, чтобы воевать с евреями. Нет. Это не причина, чтобы ненавидеть евреев. Нет. Евреи, как любой другой народ, хороший. Не важно, где бы он не был, его бы продали. В любом случае. Потому что писание должно было исполняться. Смерть Иисуса была сведемой Господа Бога. Мы же не говорим, если Бог разрешил смерть Иисуса, Он знал это, Он определил заранее, Он послал Его умереть. Мы же не говорим, что это выражает ненависть к Богу. Нет. Это выражает то, как должно было быть. Поэтому мы никогда не считаем, что не надо думать, что евреи плохие, потому что они убили Иисуса. Нет. Хорошие. Они нам дали Иисуса. Они убили, но нам Его и дали. Поэтому слава Бог за них. И мы никогда нельзя поднимать антисемитизм из-за того, что они дали Иисуса. Был бы Он в Украине, мы бы отдали Его. Он был бы в России, они еще быстрее. Он был бы в Беларуси давно, в прошлом году. Он был бы в Америке еще в прошлом веке. Поэтому замерите, что дело не в том, кто. Дело за что. И заранее было это уже давно предопределено. И поэтому Петр говорит, и начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило всего, которого вы видите и знаете. И вера, которая от Него даровала Ему исцеление перед всеми вами. Иисус умер, Иисус воскрес и вознесся. Теперь смотрите. Тут Петр стоит и исцелил человека, и он встал. А как это стало возможно? Это стало возможно так. Иисус умер. Иисус умер, воскрес. И когда Петр поверил, Божья жизнь начала проявляться через Петра на исцеление этого человека. Это стало возможно, потому что Он воскрес. Если бы Он не воскрес, этого бы никак бы не получалось. вера наша теперь не тщетная, а живая. Теперь я могу сказать во имя Иисуса и жизни Божьей, которая во Христе проходит через меня. И мы с вами становимся телом Христовым, а Он глава. И жизнь, которая во главе течет через всего тела. это стало возможно благодаря тому, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Слава Богу! Вы представляете, многие люди дошли до креста и там остановились. А ведь Иисус не только умер на кресте, Он и воскрес. мое предложение встань с креста, дойди до воскресения и живи в воскресении. Смотрите, жизнь воскресения творит чудеса. Предлагаю вам посмотреть несколько свидетельств о том, как жизнь Божия, жизнь воскресения творит чудеса и меняет жизни людей. Давайте посмотрим. Идти до краев земли и проповедовать Евангелие, призыв Господа Иисуса, который остается неизменным. С 2003 года служение Христос для всех городов расширяет границы и завоевывает новые территории для Царства Божьего, проповедуя Евангелие в странах Азии, Африки и Европы. Фестиваль Иисуса это место, где каждый может прийти и получить свое чудо от Бога. Место, где тысячи людей, слыша благую весть, обретают спасение, исцеление и восстановление. Год назад она попала в аварию и у нее в ноге были металлические пластины. Она практически не могла поднимать ногу. Сейчас она может сгибать ногу. Она не могла сгибать ногу из-за металла? Да. Так что же случилось с металлом? Подойдите, пожалуйста, сюда. Правая нога. У вас была операция и вы не могли сгибать ее? из-за металла вы не могли сгибать ногу? Хорошо. А вы можете сделать это сейчас? Я просто думаю, что произошло с металлом? Это означает, что Бог совершил чудо с металлом. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Бог растворял металл? Отец Небесный, я благодарю тебя во имя Иисуса. У него был аппарат и он растворился. Где он был? Здесь. Здесь был. Здесь был. Как долго он у вас был? Год. А сейчас он исчез. Как это произошло? Исчез. Аллилуйя. Пусть Бог благословит вас. Какое счастливое лицо. Посмотрите на его лицо. Вот почему пришел Иисус дать жизнь и жизнь с избытком. как живее. Как хорошо. Я очень рад всегда, когда я вижу такие чудеса. Это потому, что Иисус живой. А сейчас предлагаю вам помолиться со мною. Если вы еще не приняли Иисуса, Он не ваш Господь. Я хочу помолиться с вами и потом помолиться за вас. Скажите такие слова со мной. Отец Небесный, прости меня все мои грехи. Дай мне новую жизнь. Во имя Иисуса. Аминь. Если ты помолился эту молитву искренне, Господь услышал, простил и очистил. Если есть нужды в твоей жизни, особенно болезни, возложи руку там, где болит в твоем теле, и я помолюсь за тебя. Господь, благодарю тебя. Во имя Иисуса запрещаю всякой болезни от головы до ноги. Пусть полностью уходит рак, сахарный диабет, паралич, боль в суставах, бесплодие, пусть уходит. Я провозглашаю полное выселение от головы до ноги во имя Иисуса Христа. Дьявол, запрещаю твое действие в жизни человека, который на меня смотрит. Провозглашаю Божьи благословения и Божьей полноти в это пасхалное время. Жизнь Божья дана полная жизнь во имя Иисуса. Аминь. Пусть вас Бог благословит. Если Бог что-то сделал для вас, напишите нам. Мы хотим знать об этом. Мы вас любим. Бог вас да благословит. До встречи. Редактор субтитров